Курс по бумаге F6RUS Когда вы будете проходить мой курс, вы увидите, что на экране могут появляться 2009-2010 год. Я обращаю ваше внимание, что это совершенно несущественно для курса. Самое главное, что совпадают цифры. Например, в условии написано, что Федя положил на депозит 100 рублей 1 января 2009 года. А в материалах он положил на депозит 1 января 2010 года. Расчет один и тот же. Поэтому я хотел бы, чтобы вас не смущало расхождение в датах, в некоторых фагментах видеолекциях и в ваших материалах. Большое спасибо. Давайте перейдем к курсу. Добрый день, уважаемые студенты. Меня зовут Сергей Молчанов. Я начинаю наш виртуальный курс по бумаге F6. Перед вами модуль 1 нашего курса. Если вы не распечатали этот модуль и смотрите меня только на видео, пожалуйста, поставьте меня на паузу, распечатайте. Потому что модуль – это одновременно ваша рабочая тетрадь. Я хочу, чтобы вы сразу делали пометки на бумаге. То есть только видеолекция не очень хорошо. Итак, мы с вами на второй странице. И я хотел бы объяснить вам, почему именно NDFL или Personal Income Tax выбран как первый номер курса. НДФЛ дает вам 40 марок на экзамене из 100. То есть 40% гарантированно связано с НДФЛ. Если вам повезет и ваш экзаменатор даст третий дополнительный вопрос тоже на НДФЛ, то этот налог будет весить 55 марок из 100. Давайте вообще посмотрим на структуру экзамена. Итак, экзамен по Ф6 состоит из пяти вопросов. Первый вопрос. Теоретически 20 марок налог на прибыль, 10 марок НДС. В реальности может быть 23 марки налог на прибыль, 7 марок НДС. Ну то есть как-то не очень много традиционно давал экзаменатор за НДС в первом вопросе. Хотя по силобусу должен быть такой расклад. Дальше. Вопрос номер 2. НДФЛ 25. Вопрос номер 3. НДС 15. Вопрос номер 4. НДФЛ 15. Вопрос номер 5. Any text 15. А теперь давайте посмотрим. Минимально НДФЛ 40 марок. И еще может быть что-то из пятого вопроса. Какое-то количество марок. То есть, один налог дает вам изрядное количество марок на экзамене. Обращаю ваше внимание, минимум ФОПАС 50 марок. НДФЛ легкий налог. То есть, он гораздо легче, чем, скажем, налог на прибыль и НДС. Соответственно, ваша экзаменационная стратегия очень простая. Вы должны хорошо написать НДФЛ, ну скажем, 60% правильных ответов. 60% of right answers. Answers. И тогда мы гарантированно получаем 24 марки. То есть, это половина от необходимых марок для того, чтобы сдать экзамен. Ну и остальное вы добираете на корпоративных налогах. Такая экзаменационная стратегия. То есть, хорошо написать НДФЛ и, может быть, немножко хуже корпоративные налоги. Ну, давайте займемся теорией. Итак, item 111. What is personal income tax? НДФЛ – это налог, которым облагаются доходы нас с вами, то есть граждан. В общем случае, НДФЛ берется непосредственно из дохода. То есть, на руки мы получаем зарплату и иные подобные вознаграждения уже за минусом НДФЛ. В налоговой терминологии это называется tax withholding. Давайте, пожалуйста, запомним. Запомним это название, tax withholding. И компания или лицо вообще, которое удерживает налог, называется tax agent. Еще один важный термин. Обратимся к примеру 1.1. Вова Пончиков получает 100 тысяч рублей в месяц. 100 тысяч – это gross salary Вовы. Давайте запомним термин gross. Gross – начисленная зарплата. Начисленная зарплата. Но на руки Вова получит не 100 тысяч, он получит 87 тысяч, потому что есть НДФЛ, есть налог. Соответственно, он получит минус 13 тысяч. Питвисхолд. Висхолдинг. И 87 тысяч будет net salary of Вова. В некоторых случаях, которые мы с вами подробно рассмотрим далее, может оказаться, что сумма налога, исчисленная за год по данным декларации, отличается от суммы налога, удержанной налоговым агентом в течение года. Давайте посмотрим пример 1.2. Итак, наш Вова помимо зарплаты выиграл еще какие-то деньги в казино. Как ни странно, да, вот я вижу 1 миллион рублей – это winning – выигрыш. В терминологии экзамена это называется gambling income. Или доход от игр, основанных на риске. Как ни странно, по российскому законодательству налог с выигрышей у источника не удерживается. То есть, смотрите, с зарплаты налог удерживается сразу работодателем, а с выигрыша налог не удерживается вообще. То есть, Вова забирает свой миллион и уходит. Что же мы видим у Вова в декларации? А мы видим следующее. Его общий облагаемый доход 2 миллиона 200 тысяч. Из них миллион зарплата, миллион 200, извините, зарплата, и миллион – это выигрыш. Начисленный НДФЛ по ставке 13% со всего дохода – 286 тысяч, но удержано у него только заработные платы. Соответственно, 130 тысяч Вова должен сам заплатить в бюджет. А что это за 130 тысяч? Это налог с выигрыша в казино. Обратите внимание на очень важную вещь, что во всех формах ваших ответов на экзаменах вы должны всегда показывать Income Accrued. Income Accrued. В данном случае, вот он у нас, общий облагаемый доход. Total Tax Secrude. Общий начисленный налог. Вот он у нас. И Total Tax Withheld. Разница между этими компонентами дает нам величину Tax Liability. Tax Liability – именно ту сумму, которую гражданин должен сам заплатить в бюджет. и без слегка Husи. Таким, кто дает нам величину Татьяна, хамерство, 떠 storm RA. Продолжение следует...